Итак, мы продолжаем визуальную диагностику анатомии человека, где у него какие-то недостатки. Часть вторая. Значит, вот я вам говорю, вот это ямочки, которые обычно у людей, особенно у женщин, нехорошо заметны. Это кость вот тут находится. Гребень пошел выше дальше. Вот мы проверяем его расстояние. Ну, тут, так сказать, вообще неправильный. Тут умещается сколько пальцев между ребрами и гребнем. Бывают при сколиозе, соответственно, здесь два пальца, например, здесь четыре умещаются. Потом я вам говорю, вот эту косточку мы прижимаем. Человек ногой шагает, и мы как бы видим, как она ходит. Вот туда загибается сильно, или она, наоборот, жестко закреплена здесь, да? Потом лежа будем смотреть по переднему уголку подвздошной кости. Вот она. Сейчас я это вам продемонстрирую. Здесь мы тестируем еще фасеточные суставы, вот эти вот, которые боковые, да? На загиб головы. То есть у здорового человека голова должна полностью поворачиваться, вот, наклоняться вперед, касаться ключицы, назад, касаться там седьмого пазанка. Ну, в принципе, через скатку там касается, да? Ухом практически ложится на... Ну, не до конца. Ну, опять же, мы ищем симметрию. Здесь вот спрашиваем, натянуты мышцы? Нет? Чувствуешь, да? Теперь вот в эту сторону наклоняем. Насколько муж здесь натянуты? Да, конечно. Ну, но без боли, да? Да. Вот. Все это вот проверяем, тестируем. Теперь поворот сюда. Смотрим, сколько пальцев пролазит. Ну, примерно три. И поворот где-то получается в градусах на 70. В эту сторону теперь вправую. О, а тут поворот, смотрите, больше, на 80 градусов. Даже я уверен, что еще довернуть может. И здесь проходит, ну, тоже три пальца. То есть туда голову чуть-чуть не доворачивает. Ну, где-то 75 процентов примерно. Теперь стыкуем фасеточные суставы сбоку. Это нам надо чуть наклонить голову назад на экстензию. И вбок вот сюда. И предупредить, что мы будем давить, сдавливать его сверху. Потерпи, болит здесь или нет. Значит, если эти суставы не осели, значит, они нормально вытянуты. Теперь с этой стороны. То есть, смотрите, получается половинка наклона. Вбок и экстензия назад. Латтера экстензия. Будет называться. Продавили вниз. Держим только его корпус. Невольно здесь, да? Значит, вот эти боковые фасеточные суставы, которые я показывал, да, они как бы у него в норме. Теперь бывает, вот я говорил про второй позвонок. Аксис. У него зуб такой есть, да? На который одет атлант. И он практически касается вот этого большого затылочного отверстия. БЗО. Но бывает, что у кого-то укорочена шея. И он слишком сильно упирается в мозг, продолговатый мозг. И человеку от этого больно бывает. Головокружение всякие. Прижимаем вот так вертикально вниз. Не больно, да? Ничего не чувствуешь. Вот. Значит, у него все в норме. Если бы там... Он туда давил бы на мозг, да? У человека сразу головокружение при этом движении возникло. Голова бы заболела, да? В общем, всякие неприятные чувства возникли. Так. То же самое, в принципе, можно лежа проверить. Так. Ну, давай теперь ложиться. На спину. Ну, тогда давай ногами туда. Туда? Туда ногами, да. На спину, на спину. Подожди, подожди, выравнивался. Так, на носке давай снимем. Значит, первую очередь смотрим длину ног. Потому что из-за ног может потом исказиться весь таз. И не оставь оставь их в формате. Соответственно, по вот этим косточкам. Видишь, стыкуем. И видим, что чуть-чуть вот эта косточка, вот, видишь, на миллиметров на пять выше. Дальше смотрим по пяткам. Вот так вот раз. Тоже видно, что вот одна пятка, видишь, миллиметров на пять короче. А с этой ногами на пять миллиметров короче. И то же самое мы смотрим по большим пальцам. Это теперь вот от этого угла. Вот какой из них выше или длиннее. Вот получается вот этот длиннее. А этот короче. Они, конечно, могут быть вывернуты пальцем, да? В общем, по трём точкам проверили. И теперь... С этой стороны снимай. Просим человека. Вот так вот зажали ноги. Смотрим на них, прям вот на эти постяшечки, да? И просим его сесть ровно на попу. При этом выровнялись ноги или нет? Прямую, прямую. Оставь. Вот. Ну, чуть-чуть выровнялись. Вот, выровнялись, да. Значит, опускайся обратно. А мы смотрим. Раз. И она, видите, укоротилась сразу. Поднимайся. Ну, это вот на 5 миллиметров всего лишь, да? Мы замечаем. Вот они, видите, одинаковые. Ложись. Вот. А у кого-то бывает прямо на 3 сантиметра или на 5 сантиметров. Ходит одна нога туда-сюда, туда-сюда. Это, во-первых, что мы проверили. Если и в том и в другом положении у человека одна нога остается опять укороченная, да? И сидя, и лежа, когда он сидит. То, соответственно, это врожденная. То есть одна голень будет короче другой. То есть нам править ничего не надо. Не сможем, да? Подравнивается потом у человека таз. Бывает, что таза кости с одной стороны меньше, с другой стороны широкая такая, да? То есть и даже практически сколиоза не будет или будет. Вот. А если она выравнивается, когда он садится, да? То у нас из теста выключается таз. Тазовая кость, которую мы мерили вот здесь. То есть он сидит же наседаешь на костях. Получается, в тесте участвуют только коленные суставы и вот эти суставы. Спрашиваем у человека, не было ли он на тут аварии. Может, он что-то тут разбил, там, лодыжку себе или... Даже бывает, когда ожог какой-нибудь, кожа стягивается так, что кости там спрессовываются, да? То есть исключаем все возможные варианты аварий каких-нибудь, там, да? Или механические повреждения, собственно говоря, да? Кому-то после перелома Елизарова ставили вот эти вот спицы, да? Они тоже могут укоротить кость. Чтобы понять, в чем причина, еще берем ножки так расслабили и подбрасывали. И опускаем, так опускаем. Видите, она еще клоняется больше ногой, чем эта. Это обычно происходит при экстензии таза. Вы смотрите по логике нашей, как получается. Таз ушел назад и на голову так развернулось. Бывает так сильно ушел таз, что человек так и ходит. Или бедро, или бедро ушло назад. Бедренные кости, соответственно, здесь, извини, проверяем. Ну, вот они, вот это выше получается, чуть-чуть выше, чем это. Значит, тут, скорее всего, мышцы будут укорочены. Проверяем вот эти мышцы. Малая ягодичная. Не больно? Ну, очень часто сильно. Так, а здесь? Нет, здесь по-другому. Здесь легче, да? Вот, значит, малая и средняя ягодичная мышцы, они укорочены. То есть, после правки у нас должна нога выровняться. И вот одинаковый развал должен быть. Если у нас не экстензия таза, а флексы вперед, то нога, как правило, удлиняется. И она, вот может, в таком положении, вот так вот немножко, вовнутрь закручивается. Понимаете, вот так вот входит. Опять же, могут быть разные варианты. Тут стянуты просто вот эти мышцы, поднимающие ногу, да? А таз, наоборот, ушел туда. Бывает много вариантов, все мы должны проверить. От чего, собственно говоря, лечить человека. Далее смотрим по вот этим вот косточкам. Зу-зу-зу-зу, вот он, уголок подвздошных костей. Снизу прижали, да? И вот, ну, чуть ниже, вот это чуть ниже, а это чуть выше. То есть таз, что нам подсказывает, что таз немножко на 5 миллиметров вот туда ушел. Что и укорачивает наши ноги. Например, вот тут крестец, да? Вот тут крепятся ноги к тазу. Видишь? Соответственно, вот таз идет вперед, нога удлиняется. Таз идет назад, иногда укорачивается. Видите? То есть вот эта нога, в итоге мы выяснили, что она укоротилась из-за таза, и тут немножко мышцы укорочены с этой стороны. Значит, будем таз тянуть сюда, и дергать ногу вот эту здесь, и расслаблять вот эти мышцы. Также можно протестировать, например, поставив коленки к себе поближе, пятки вместе. Вот, стыкуем вот эти косточки, вот эти вот, да? И смотрим по высоте ноги. Видишь? Эта нога оказалась выше. Ну, чуть-чуть она выше, видишь? То есть, вполне возможно, что отрождение... Может, голень еще бежит к себе может поставить? Ну, чуть-чуть, на 5 миллиметров она выше все-таки, видишь? Значит, отрождение или как-то у тебя вот эта голень будет выше, ну, длине чуть-чуть. Как бывает. Далее. Ну, все мы не симметрично, кстати, отрождение, да, бывает. И лицо там перекошено. Вы же знаете, да, что если фотографию половинки лица сделать, продублировать вот так, развернуть, и потом эту фотографию продублировать вот так, зеркально развернуть, то получится два разных лица. Ой, ничего себе, я не знал. Да. Два разных человека получится. Вот, теперь загибаем ноги вот туда. А, что, не гнусь дальше, да? А, все, это противом. И вот по этой высоте смотрим, да? Ну, по этой высоте у него ровно. Тут все ровно. Значит, виновата вот эта голень. Да. Или, ну, если тут косточки вместе, да, то, соответственно, видите, одинаково. А тут ниже получается. Значит, этот голень длиннее. Или, может быть, конечно, там стопа немножко там вытянута одна, например. Можно ему немножко стопу вытянуть здесь вот. Так, переворачивайся теперь на... А, нет. В такой позе подними таз вровень с бедрами. Так, в смысле? Да, вот так. Выше, выше. Вот. И теперь одну ногу... Ну, стой, стой на стопах. И одну ногу выпрямляй. Прямую вперед, да? Вот смотрим, перекатился он или нет. Есть ли боль вот здесь вот в пояснице? Нет, да? Да. У него норма. Если бы была боль, он вообще вот тогда уж уехал в пояснице. Другую ногу так же сделай. Так, выше, выше, выше таз. Ну, симметрично. Он перекашивается симметрично. И спрашивает, с этой стороны поясница не болит? Нет. Вот. Если бы... Еще, ложись. Если бы был больше завал таза, да, и болела бы поясница с той стороны, то это нам сигнал, что что-то там не так. Но у нас поясница будет работать. Мышца, скорее всего, сокращена. Работанная с мышцами, растягиваемая на вытяжение в основном. Переворачивайся. Да. Самые основные точки, я уже говорил. Вот эти проверили, да? Проверили мышцы здесь. Болит, не болит. Здесь протестировали, где слива справа больше. Ну, вот здесь слева больше. Слива больнее. А что слева больше? Вот это мышцы напряженнее. Не чувствует боль? Ну, она такая чувствительная, конечно. Ну, больше, да? По пятибалльной системе скажи. По пятибалльной, да, там еще есть куда терпеть. Не больно. То есть здесь на троечку, а здесь на двоечку, да? Ну, примерно так, да. Так. Проверяем, соответственно, где крепится большая ягодичная мышца, где крепится средняя ягодичная мышца. Вот тут справа больнее, да? По пятибалльной системе. Насколько? Да, чувствительнее. Нет, там, тут единичка, там ноль. Вот, блин, логовики хорошо. Но пятерку уже есть точно. Вот тут. Да. Вот то, что мы предугадали, когда измеряли длину ноги, да? Далее смотрим на основные точки. Болевые здесь. Нормально, да? Ну, так. Здесь? Ну, здесь не могу вообще. Здесь? Тоже нет. Здесь? Вот, значит, дальше можно, ну, остальные точки не проверять. Видимо, там все в норме. А вот будем смотреть. Длину ногу теперь здесь, потому что он же лег уже на другие кости. Там он лежал на крестце, крестец же тоже можно повернуть, да? А сейчас он лежит на переднем уголке. И, соответственно, длина ног может быть другую уже. Проверяем. Нет, так же вот, 5 миллиметров, хоть и нога короче. Вот, сверху надо посмотреть. Проверяем еще вот так вот. Когда мы выключили из теста поясницу и бедренный сустав, да? Остался только коленный сустав и лодыжка. Так, смотрим. Коленки вместе. Оп. Ну, так, почти равны. Чуть-чуть выше, да? Все равно выше, да. Значит, эта нога у тебя... Да, эта нога все равно чуть-чуть длиннее. Опять же, по пальцам, по пятке и по вот этой косточке. Да. Ну, надо исключить из теста, чтобы мы сами не загибали ногу вот так вот, да? А прямо вот в этот просвет, вот прицел, видели разрез полупопий и плеч. Потом так же плотно держим, опускаем и смотрим, укорачивается еще больше эта нога. Так, ну, видимо, у тебя природа эта нога длиннее. Так, про это я уже сказал. Протестировали. Позвоночник. Сейчас будем с ней делать. С вот этим? Нет, с ногой длинный. Или короткий. А, что будем делать, да. Значит, будем вот эту ногу удлинять за счет того, что мой таз этот доверен туда. Видите, он тут же еще тоже прижался. Здесь мы его будем отводить в сторону и доворачивать вот туда. Так. Ну, дальше просто можно... Я быстренько это покажу, чтобы время не терять. Основные позвонки. Вот этот чуть ушел в сторону. Здесь вроде ровно. И вот этот чуть. В сторону от оси. Эти все ровные. Сколиоза. Ну, практически нет. Вот небольшой здесь вот эти ротации идет. Небольшая ротация вот тут позвонков вот сюда. Совсем маленькая. Вот. И то, скорее всего, там даже больше не... Знаете, вот позвонков есть. Видите, они чуть расширяются здесь. Если вы пальцем залезете вот туда, вот туда прямо, да, то вы можете понять, повернутся он или не повернутся. Потому что по этой поверхности, они вроде выровнялись, да. Ну, бывает так, что тело позвонка развернуто там внутри. Вот тут, скорее всего, тело позвонка развернуто, потому что они практически вот они на месте находятся, да. Но немножко. И, соответственно, чтобы это убедиться, если они развернуты вот туда, да, то вы бы увидели, что они заповорачиваются. Смотрите, вот осистистый отросток, на сбоку, смотри, оттуда. И поперечный отросток. То есть при повороте поперечный поднимает ребра. То есть у нас с этой стороны, как при этом смотрим, они чуть выше, чем эти. Вот, отправится достаточно легко на самом деле. В данном случае у тебя создаем давление. То есть толкаем вот туда и по диагонали вверх к голове. А то, что выше, да, вот на поперечный отросток, нажимаем, тянем вот туда. Соответственно, вот такое давление создаем и давай на выдохе. Ну, этого недостаточно, да, значит, будем тогда за ногу дергать. Тогда встаньте. Еще, да, столько видим. Ну, сейчас самое интересное, что мы тогда будем делать в этом случае. Во-первых, опять встань в камере спиной и нагибайся. Молос, исключившись, плечи висят. Стой, 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 не так быстро голова висит. Вот, не, не, ты там стой. Там не ты, а камера. Камера оператора оттуда смотрит. Вот, стоп. Видим, что тут вот чуть больше эта реберная дуговица выгибается. При сколивозе тут вообще прям вот такая, горпус одной стороны еще чуть ниже. Теперь в этом отделе. В этом отделе ровно. Еще ниже. Вот в этом отделе чуть вот эта мышца не прижимает. Я тебе сказал, что это просто мышца. Еще ниже. Ну, здесь все ровно. Вот, как бы мы, визуально, четыре отдела должны проверить у человека, да? Поднимайся. Так, и ложись опять на злоб, да головой на живот. Что мы будем делать? Значит, руки расправим. Значит, чтобы подвинуть их туда, делаем с той стороны расстояние побольше. Вот так вот. Голову в нашу сторону, да? Даже несмотря на то, что это практически переход, грунтопоистичный переход. Берем за ногу и вот эти приемчики наши, помните? Расслабьте, расслабьте, напряжена ягодица. И это бедровый расслабь, расслабь, расслабь. И вот туда вот мы его продавливаем. То же самое таз мы отодвигаем туда. Берем ногу вот так вот, через тряпочку. Ну, опираемся в гребень, в уголок вот этот, вот эта точка, она практически там, где уголок. Задний, верхний уголок, подвозжим костей. Расшатали, напряжен, еще раз расслабься. Расшатали, расшатали. На себя, видите, я шатаю. Лучше в полный рост снимай меня. Да, толщок только делает. В общем, она должна туда хрустнуть. Ну, отдельно еще разговор, про это подготовить, чтобы действительно хрустнула. То, что с первого раза не получится. Это мы пробиваем КПС с этой стороны. ППС отбиваем сначала. Отступим ее кулаком. То есть там есть специальный метод, да, как это все отстучать, чтобы вот туда она ушла. Так, ну, как бы, не знаю, сейчас, наверное, не получится, чтобы ролик длинный слишком не был. Пока я это все буду править, разворачиваясь на спину. А, да, на боку, на боку, на этом лежи. Вот этот прием, помните, когда мы вот туда давили, вот так вот, их раскрутку вот туда, и потом в обратную сторону. Вот этот прием тоже проводим здесь, ложись на спину. С поясницей отдельные приемы на выравнивание таза, то есть это вниз, за бедро, допустим, тянем, а тут за тазовую кость вверх, за уголок как раз. Не больно взялся? Сейчас. Вот так, да? Дышим, дышим, а я тяну. Я не мышцу на это, бедро за бедренную кость. Тяну, тяну, тяну. Ну, мы сейчас будем проходить сейчас ноги, как мы все их делаем. Расслабляйся, очень расслабляешься. Тут остатки мышцы, все, вот эти все мышцы расслабили. И неожиданно для него. Выдернули. Окей. Все, двигайся назад, вот. Чуть-чуть там. Чувствуй, как стал длиннее. Выправим ноги, готовься на напрягте. Ладно, сейчас секундочку, ну давайте. Давай расслабим. И вот вам результат. Смотрите сверху. Видите, кости стали ровные. Ну там все, 5 миллиметров. По пятку смотрим. Сверху. Видишь? На одной линии. Большие пальцы смотрим отсюда. Ну, большие пальцы так были на одной линии, но все, в принципе, тоже на одной линии. Все, выровнули тебе, видишь? Все. Да, но не обращайтесь человеку, не говорите, что это как бы навсегда. Надо еще поработать с мышцами. Надо все-таки несколько сеансов сделать, чтобы вот тут все вот это отпустило, да? И чтобы крестец тоже не съехал обратно. И этому надо будет посвятить, ну так, 5-7 сеансов примерно. Вот. Потому что через 6-7 дней, примерно 6-7 день, скелет возвращается. У него есть мышечная память свою, да? Он вернется назад. Поэтому надо укреплять мышцы. Определенным образом ЛФК надо делать тут на растяжение, здесь на сжатие. То есть сюда всякие вот такие вот упражнения, там, да? Тут поднимание, там, гири или ведер с этой стороны. А с этой стороны просто, чтобы она больше висела. Эта нога сама отвисала. Вот. Такие мои рекомендации даем нашему пациенту, да? Мы уходим в практику и только в практику. Сейчас будем дергать ноги, выравнивать таз. КПС, КПС. До новых встреч, дорогие друзья. А лучше вам быть здесь и все отрабатывать на живую анатолию. С вами был Олег Аллафгуден. Пока-пока.